Всем привет, дорогие мои! Снова рад вас видеть на своем канале. Я сегодня с мамой. Наконец я уговорил показаться в кадре. Людмила, если что, ее зовут. Добрый день всем! Всем привет! И она решила вам показать цветочный ролик. Сегодня у нас будет, как бы, да? И она решила вам показать, как она делала эксперимент над пеларгонией. Потому что я знаю, что многие, кто меня смотрит, любят цветы. Любят домашние цветы, садовые цветы. Вот. И сейчас она вам расскажет, что она с этим цветком делала. Как она с ним экспериментировала. И что она вообще вам какие-то, может быть, полезные, может быть, нужные советы хочет дать. Когда вот, ну, либо рассаживать будете, либо там как-то их размножать и так далее. Вот. Сейчас она буквально пару слов вам скажет. Я переведу камеру на цветок. Будут в кадре только ее руки. Ну, и будем комментировать. Она будет рассказывать, что она с ним делала. Мам, расскажи, что ты делала с цветком. Ну, как ты его... Добрый день еще раз, друзья. Хотела рассказать, что меня вот сподвигло на этот эксперимент. Многие выращивают герань, пеларгонии еще, ну, кто как называет, да? Очень многие украшают квартиры, палисадники, там, балконы. Красивый цветок, да? А как вот размножать, да? Ну, вот я, например, раньше в августе месяце состригала уже с цветущих гераний там отводки. Ставила в этот самый горшочек, накрывала как-нибудь сосудиком прозрачным, да, там. Ну, не всегда все приживаются. То есть вот такая она, пеларгония, там чернеет вот эта вот самая ножка эта. А тут я у кого-то, по-моему, это были хвойники, неважно. В общем, по-моему, кто-то хвойники размножал. Я посмотрела у ребят, тоже на ютубе нашла. Там все эти хвойники заворачивали в мох. И тоже очень хорошая укореняемость. Поскольку мы тут у нас рядом болото, ну, как рядом, там, 10 минут ездили на машине, мы за клюковкой ездим, набрали этого мха, насушили его. И вот я решила, думала, как я, да, сейчас я вот в мох во влажную погружу эти свои. Вот сейчас как раз они за зиму тоже вытянулись, пеларгонию тоже обстригают, как бы укорачивают, чтобы она была пышнее и кусистее. Ну, а эти срезанные веточки, ну, куда? Ну, дай-ка я попробую вот так. Вот, ну, и это было уже где-то месяц, больше даже месяца. Где-то месяц, неделя уже точно прошла. Вот, просто у меня там немножко так это прихворнуло, мне нужно было уезжать отсюда. И я быстренько их вот состригла, букет, сейчас я вам все покажу. Поставила в эти влажные вот уже, что-то страх, так сказать. Ну, и сейчас мы с вами вместе посмотрим, что получилось. Да, кстати, чтобы вы не спрашивали, откуда, куда уехать, сейчас мы на даче в Струнино, в Владимирской области, а мама ездила домой в Королев, потому что, как бы, ну, там прикреплено в поликлинике, да. Да, и вот сейчас я ее вчера вот привез, и сегодня она решила вам вот рассказать про Пеларгонию. Самой интересный, что получилось. Да, 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 и самой тоже интересно, вот. И я ее, наконец, как-нибудь все-таки уговорю, чтобы она выпустила свой канал по поводу рассады, по поводу, там, каких-нибудь садовых, там, вещей, как она что выращивает, потому что, честно вам скажу, вот, местные жители, у нас, смотрите, участок в частном секторе в городе, да, черта города, и многие, кто здесь постоянно живут, у нее почему-то спрашивают советы, говорят, ну, да, что ты, как ты то делаешь, как ты это делаешь, то есть, странно, да, люди, которые всю жизнь живут в частном секторе, спрашивают у краски жителей, как что делать. Они, наверное, подглядели, что у меня, как бы, ничего, так справляюсь, получается. Я не могу сказать, что я прям супер-пупер какой, но я тоже думала, что местные аборигены, они тут уже знают, когда сажать. Оказывается, не все аборигены, то есть, как бы, родились здесь, потом жили, кто в Пушкинах, кто где-то. Ну, мы-то тоже не здесь родились. Нет, ну, я-то думала, что они же к земле самого рождения привязаны, это городская, я-то в городе родилась. В Мегаполисе. А они, вот, тоже город, но он такой маленький, и они тут все частный сектор, в хрущевке, в этом, в квартире, вот, поэтому от земли-то, так, далековато, так сказать, вот, и я вот первая даже спросила, когда вы чеснок сажаете, помню, у меня была первая, моя первая ошибка, когда я потом поняла, что бесполезно спрашивать, надо сажать, как ты сажала, с наработанным твоим уже опытом, и вот спросила у соседей, когда его сажают, он мне сказал, на покров. Думаю, на покров это 14 октября, думаю, это уже прям холодно-холодно, думаю, я всегда сажала 29 сентября, то есть на две недели раньше. Ну, ладно, думаю, наверное, я неправильно делала, хотя у меня был чеснок, все было. Ну, вот, посадила я на покров, и осталась я последующий год без чеснока. Больше не слушаю соседей делать, вот, и они теперь стали у меня, а у них тоже чеснок, кстати, тоже, я говорю, ну, вот, вас послушала, я всегда, говорю, была чесноком, вот, теперь они все вот, когда стричь, когда поливать, когда ухаживать, что делать. Да, кстати, еще вам будет такой совет по поводу цветов и всяких других растений, если вдруг вы с кем-то решитесь, там, поменяться растениями или, там, кому-то отдать растения на рассаду, всегда берите денежку. У мамы тоже были случаи, когда она раздавала, там, ну, кутики, там, смородины, там, клубники, там, мусы, еще что-то, и, как правило, нужно брать денежку, ну, и такое поверье... Копеечку, там... Копеечку, не денежку, копеечку, да. Десять рублей, там, вот, сейчас копейка же. Копеечок, там, да, какой-нибудь. Копеечек сейчас нету. Копеечку, где есть? Ну, лучше, вот, все-таки, красненькую. А, медненькую, да, 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 да. Десять рублей, да. Вот, на чистом алистике, чтобы ни у кого не переводилось, а то у кого-то уйдет, кому-то придет, чтобы всем было одинаково. То есть, даром ничего не дают. Обязательно нужно что-то... Либо меняются цветами, то есть, ты мне один, я тебе другой. Либо, если вы просто кому-то, а тот человек вам не может, значит, ответно дать растение, то есть, он дает денежку. Вот. Ну, короче говоря, поболтали. Ну, примета, ну... Теперь давайте я буду переводить камеру на цветок, и мама будет рассказывать, что она с ним экспериментировала, что она вообще с ним делала. Ну, надеюсь, это видео будет для многих вас полезным. Переводим камеру на цветок. Ну, вот, ее пеларгония. Вот, сейчас она вам покажет, что она делает. Мам, давай, начинай. Итак, приступим. Ну, вот, я его еще не доставала. Вот, приехала, посмотрела. Судя по тому, что у меня здесь такой букетик приличный, все зелененькое, то, Надежда, есть, что там что-то... Нет, ну, есть какие-то вот засохшие, вот. Вот тут что-то. Ну, это, я считаю, что мало, небольшой процент. Давайте прям сразу под пучочком мы достанем. Вот, поляки... Вот, как он там сидит. Круто. Может, и кормить? Да. Тебе помочь? Нет, 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 нет. Спасибо, сейчас. Я так хочу его достать. Посмотрим, что... Так. Так, ну, вот, корешочки. Ну, как... Вот, сейчас я мох вот этот отдеру. Аккуратненько. Ага. Так, уходи, нам не надо. Сейчас, просто, чтобы поменьше влаги было. Вот еще на салфетку. Так, это идёт. Вот этот вот, по-моему, выпал чёрный. Это, по-моему, выпадает, да, вот. И вот он не какой-то мог просто на нём, да, вот такие вот. Вот чуть-чуть осталось зелёненького, и он... Ну, всё, это не жилец. Он же этот самый, да? А вот давайте сейчас... Сейчас я посерединочке, чтобы было удобненько. Давайте посмотрим. У нас можно посчитать. Раз. А сколько здесь вообще кузовка? Да, я не помню. Я состригала, которые были длинные. А, это что у вас в клумбе были, да? Да, они, которые у меня на подоконнике, они вон выкинулись. Ну, в общем, они очень... И всегда подстригают перед тем, как высаживать на улицу. Вот, смотрите, два, отлично просто. Три. То есть ты их просто в банку в мох и воды налила, и всё, да? Нет, я мох смочила, вот это я вчера налила, а вообще у меня во влажном мхе, то есть вот этой воды не было. Просто была влага, это я вчера просто... А, влажный мох, то есть просто во влажный мох, да? Да, да, и всё. И вот целый месяц я к нему, вот меня здесь не было никто. То есть, грубо говоря, ты в банку положила влажный мох, туда отчикрыжила эти корешочки. Да, ну, можно сперва залить мох. Он там... Несколько часов постоит, набухнет, потом его, ну, отжать, но не сильно прям отжать, а просто вот, чтобы вот этого не было, воды, чтобы совсем... А просто вот влажный мох остался. И тогда я потом этот пучок, в принципе, можно его достать, обернуть. Я, по-моему, просто туда воткнула их, чего там посмотрела, чтобы краешки всё-таки утопали там, и всё. Ну-ка, так, три у нас... То есть, грубо говоря, вот эти вот корешки, то, что отрезала череночки, то есть вот просто вот в этот набухший водой мох, да? Ну, вот начинаются. Здесь, конечно, мало, но тоже вот они есть. Вот они. Только вот этот четвёртый, да? Так, это вот у нас пятый. Пятый. Так, здесь вот этот, не пойму. Вот шестой, по-моему. Да, вот они, корешочки. Так, посмотрим, что здесь. А, здесь вот тоже есть зачаточки. Так, шесть у нас уже, да, это вот семь. А они разноцветные у тебя? Разные, да. А, я их, ну, какая там, восемь. Я не подписывала, то есть мне всё равно. Нет, ну, по счету не одинаково. Ну, да, розовые, белые, тут всякие они есть, да. Так, восемь вот, по-моему, да, если я не ошибаюсь, со счётом вот тоже уже есть. Ну, это ничего, это упадёт восемь. Так, что мы здесь имеем? Здесь непонятно. Ну, ну, в принципе, живой я его... Покрупнее, подержи его ещё, покрупнее его сделаю. Да, он что-то так как бы есть, но не чёрный же вот. Ну да, здесь намёки есть какие-то. Я просто обратно его в баночку поставлю, да. То есть он ещё даст эти корешочки. Буду надеяться. Вот, девять, по-моему, тоже что-то есть, вот. Сейчас, 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 сейчас. Ага. Ну, вот я не вижу, чтобы он... Ну, хотя, вот, может быть, с этим, да, пойдёт. Потому что не сильно уверена я, что там про дачки забыла надеть, да. Так, здесь, здесь у нас... Вот здесь вот есть корешочки, хорошо видно. Сейчас, секунду поближе. Не-не-не, держи вот так, я просто камеру на это наведу вот так. Просто тебе надо на фон другой, вот на белый, наверное, чтобы было видно. Нет? Ну, видно. Ага, просто немножко она сливается, потому что крупно делаю. Ну, увидим. Короче, белые-белые маленькие корешочки должны быть. Вот, вот, да. Это уже, наверное, 10. Это уже хорошо. Вот. Это что у нас? Вот, нет, это мух. Нет, это какой-то... Вот, что-то есть, да. Вот они. Ну, с другой стороны, что-то чёрненькое. Ну, и вот это, нет, это я что-то вот отстал. Ты что-нибудь, видишь, какой-то видок непрезентабельный, так сказать. Так, здесь что? Это вот почему-то сухое. Ну, и сухие все они обрети, их можно обработать, да. Ну, это ничего страшного. Ну, нам самое главное вот здесь. Чтобы укоренился у нас здесь. Так, я не помню, ли бы это мог приклеился, ли бы это уже. Не, корешочки, вот они они. Ну, в общем-то, да. Ну, я бы, да, я бы пока вот сюда оставила, ну, на доращивание, так сказать. Ну, вот, да, чёрненький раз. То есть из сев там всего на выброс, ну, 2-3 штучки? Ну, наверное, да. Вот это тоже я бы на доращивание ещё. Это вот 4. Здесь 10, 14, 15... 16. Нет. Значит, смотри, 14, 15, 16, 18 было. Получается, 4 из 18 выпало, я считаю, что это нормальный процент. Ну, да, да, да. Ну, вот, достаточно. И главное, мне очень понравилось, что это компактно. В одну банку воткнул, не надо по горшочкам, земельку нахлобучивать, чем... Сейчас я воткну, вот, уже теперь можно в горшочек или в какой-нибудь ящик и уже на улицу. Скоро, можно парник пока поставить. Ну, да, да. Так что... Ну, кого парника нет, можешь просто плёночкой накрыть или там каким-то пакетом, да? Ну, дома ещё постоят где-то. В тябре. Да, на подоконнике. Так что... Я даже знаю, кому это видео будет интересно, не будет говорить кому. Так что, девчонки, берите на вооружение, вот. Если что, задавайте вопросы, с радостью ответим. И я, наконец-то, может быть, всё-таки уговорю маму сделать свой канал. И, кстати, извините, я тебе перебью. Мох, он очень... Раньше, даже во время гражданской войны, мох прикладывали бойцам раненым на раны, чтобы они не гнаились. То есть, он натуральный анти... Септик. Септик, да. Поэтому загнивает, ну, вот, не знаю, вот эти загнили. Но они других не заражают, получается, потому что он не даёт мох. Короче, из 18 бойцов 4 погибли. Да. Ну, ничего страшного. К сожалению, ну, бывает. Да. Не без потерь. Но я считаю, что это нормально. Угу. Угу. Ну, спасибо за внимание. Ну, вот такой вот был у нас небольшой обзор про пеларгонию. Кому интересно, пишите мне на канал. Я с радостью... Почему мама прочитывает все мои... Ну, не все, а многие комментарии. Поэтому, если будет вопрос связан с цветами, или ещё какие-то вопросы, всегда можете мне на канал писать. Она вам ответит, либо я с её лица отвечу. Вот. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии, оставлять эти темы для бесед. Всегда будем рады с вами пообщаться на эти темы, которые вам будут интересны. Всего хорошего. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.